Итак, народ, всем привет! С вами я был Первый, мы продолжаем играть World of Warcraft, и у нас очередной сюжетный квест появился в гарнизоне. Помимо этого, я, в общем, решил вместо ювелирной лавки поставить склад, так как ювелирная лавка мне вообще не нужна нафиг. Там ничего не сделаешь все равно, но еще плюс я сделал, в общем, купил Deluxe Edition для Вовки, и для всех прочих игр, которые там есть, там всякие. Ну, в общем, апгрейды, которые дают какие-то портретики, Вовки это средство передвижения питомцев, так как это все скоро дико подорожает, все-таки я решил, потому что тем более все равно игры Близзов обожаю, и, допустим, от такой вот птичечки я, в принципе, не откажусь. Жалко, она тут не полетает. Вот. Так, она для этого слишком гигантская, поэтому будем кататься на своем старом добром баге. Итак, два квеста. Здесь один из них специально для склада этого. Пойдемте взглянем, мы сразу улучшим его. У меня уже есть чертежи второго-третьего уровня. Вот. Вообще много чего я за это время спизделал. Ну, как много. Так уж и много, но вот на бронь к новой я так и не накопил. Немножечко совсем не хватает. Думаю, можно это всегда купить на аукционе, недорого. Вообще 10 тысяч. Кстати, жетоны Вов наконец доступны. И... Знаете, что? Стоят они 30 тысяч золотых. То есть у меня уже, по сути, треть есть. И если, допустим, я всех соратников прокачаю им специально особенность со сбором золота, то... Я думаю, будет просто бесконечное число золота за день делать. Я тут подумаю потом над этим. Пока что у меня упор идёт на утиль. И прокачку полную соратников до самых максимальных уровней. А тем временем нам надо бегать по гарнизону и искать грёбаные ящики, в которые какого-то хрена больше поместилось, чем надо. Пусть там склад даёт дополнительную возможность для каждого производящего здания на дополнительные 5 заказов. К примеру, очень хорошо это идёт для военной фабрики. Ну, кстати, у нас фабрика второго или третьего, я уже совсем забыл. Надо будет глянуть сейчас. Вот твои ящики. Береги себя. Типа, дорогие. Доброй охоты. За что-то такое. Так, это, как вы понимаете, мой банк. Отлично. Да, вот, очень удобно. Тоже уберу. И я вам хотел кое-что показать. Давно очень, но забыл совсем. Всё время забывал про это. Итак, заметьте, что у меня есть вот это руководство по стратегии Хардстоун и карта Хардстоун с автографами. Давно я это всё получил, делал, но забыл вам показать. Это было задание у соратников, опять же, послал и, в общем, получил. Блин, я что, не закрыл браузер, что ли? Итак. Ну, где-то вот. Давайте начнём с руководства. Наделяет соратника, особенно с профи Хардстоун, наизуяющих совостей, при этом будет утеряна. Не, а толку-то? Не знаю, что это даст. Ну да ладно. Можно дать какого-нибудь левому соратника, у которого всего одна особенность. Так, и Хардстоун использует. Давайте игрушка, переверните карту, чтобы знать, что вам досталось. Так. Где наша карта? Обычная карта Хардстоун. Редкая карта. Не, а толку? Где что появляется вообще? Эпическая карта. А легендарка будет? А после легендарки опять обычная пройдёт? Как я понимаю, да? Так, ладно, фиг с ним. В общем, чоуна. По результатам твоих донесений из Накранта наши труиты раскинули обширную разведывательную сеть, но обнаружили подозрительные раскопки Железной Орды рядом с соляными озёрами в западной части Каргронда. У нас есть основания полагать, что орки ищут пустынеценные артефакты, собирая небольшой отряд, задача которого нанести точечный удар по врагу. Мне пригодится опытный монах, я прошу тебя о помощи. Вы говорите, стязали уроной на гряде небоводья в Гаргронде. Да, светит тебя вечно. Ну, поехали ещё. Летим в Гаргрон, значит... Привет тебе. Ох, сто лет там не было, абсолютно. Так, это где-то тут, а? По идее, мы сюда можем прилететь. Что привело тебя сюда? Ну, боюсь, не долетим. Ну, ладно, лететь будем, наверное, долго, поэтому пауза небольшая пока будет. Так, вообще, у меня в Гаргронде. И... Думал, вырежу эту поездку, но посмотрите. Я уже тут в орке ведут раскопки. Жирный, жирный кабанчик. И чё это квест. Ооо, малюсенький кабанчик! И... Найдите еду для корчевателя в проходе корчевателя в Гаргронде. Так. Давайте выполним этот квест. Накормим нашего... Питомца, может быть, наверное. Вдыхай! Вдыхай! Мне сейчас не до вас. Бедный свин хочет жрать! Повым еще, айди. Ладно, пойдемте параллельно с этим выходим. Айди-таки, вблизи, стоят просто звери-то, тем лоркам насрать-то. Ишнуала. Ооо, привет, монах! Это про тебя я говорил, а чё у нас? Тизель оглядывает вас с голоданок, когда додобритель накивает. Ммм, неплохой размерчик. Хорошо. Видишь этот лакер Железной Орды на юге, на другом берегу? Мы уже давно следим. И пейте нам-то командование Железной Орды в Гаргронде активно обмениваться сообщениями. Нужно разорвать эту связь. Собери их припасы и принеси мне голову их командира. Соберите пять ящиков с грузом каравана и добудьте голову лейтенанта Орука. Ну да, Орука, получается. Прощай. Такс. И путь изучаем. У меня найдётся кое-что для тебя. Ну, я найду кое-что для тебя. Так. Ну, как раз, здесь мы идти, всё сделаем. Так, ребят, я конфискую ваш груз. Я сказал, конфискую ваш груз. Я плохо выражаюсь, да? Я пока не могу применить эту способность. Я не могу это сделать. Заклинание ещё не готово. Что за пастион. О, ещё жрачка. Ещё жрачка. Аааа, ты чего? Блин, ну чё напали на меня, а? Всё, жопово. Какая-то... Красно-зелёная морковка... Или кактусы, это чё это вообще? Чё мы ему жрать набираем? Блин, это хрень снижает урон. Мы заколебали уже. Недостаточно энергии. Я пока не могу применить эту способность. Заклинание ещё не готово. Эти кнопки на моё ещё разного тут действуют. Ну, нажал кнопку тупо вперёд идёт. И не надо никаких нам... О, ещё один квест! Издевайтесь! У меня места нет под хвосты, блин. Надо будет одну какую-нибудь хрень отменить. Я не могу это сделать. Мне не хватает. Надо подождать. Так, ладно, видно эти задания будут являться частью нашего квеста. Лучше я их сдам. Это то, что у нас... Мало, я плат меняю. Лучше я их сдам. О, какое это? Чё быть? neces. Чёрт. 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 От лейтенанта Орку отправить элитный отряд в кратер дымных скал. Эй! Дайте почитать, а! Забрать с одной кратер артефакт большой ценности и доставить его в мой командный пункт в северном Таладоре. Остальные войска отвести к покою Гаргарека. Сащитить лёсов Магнарона и подготовить к транспортировке. Приступить к исполнению немедленно. Ярость Клинка. Доставьте приказы ярости Клинка, отрезали в Воронья на гряду в небоводье. То есть всё я. Это всё явно связано с гарнизонной кампанией, потом исключать нельзя. И сверху какая-то хрень горит. Если я в неё зайду. Аааа, колечко. Это элегантное кольцо, расписанное различными узорами и символами. Из которых наиболее крупной является светящаяся руна в форме буквы Б. Би, то есть любые. Кольцо, то исчезает из этого, появляется снова такое ощущение, что оно постоянно путешествует между прошлым и будущим. Возможно, кто-нибудь в башне Кадгар заинтересуется этим тимом артефактом. Отнесите, таинственное кольцо Зути и Шиоточку в башню Кадгара в Таладоре. На такой похожий квест только с шапочкой, насколько я помню. Которая также таинственно появлялась, то исчезала. А всё, пойдёмте накормим нашего новенького свина. Которая, возможно, станет нашим питомочным жирщиком. Так, свидушка, не голодай! Я принёс тебе жратвы! Красно-зелёная морковочка! Протухшее мясо выглядит чудовищно! Найдите для корчевателя более здорового! Мы скормили голодному кабану молодые побеги-кактисы. Он закотывает их целиком и облизывается. Корчеватель внезапно подбегает к вам, стоит на задние ноги и лижет вас прямо в лицо своим вонючим языком. Похоже, вот мы только что приобрели нового друга. Ой. Эм. А мне будет что-нибудь за это, там, витоменс может какой-то появиться. Просто я смотрю, ничего не появилось. Например. Ну, кстати, алчный гоблин. Который даётся за далюкс... Или как это издание называется? Диабл-3 и Кровсоус. Так, корчеватель, да? Нет, таких не существует. Ладно. Пускай отдыхает. Так, ворона. Я тебе кое, что принёс. Опа-чау, но она уже тут, что ли? Приветствую. Так. Приказы напрямую от вождя клана Пылающего Клинка. Они такое рассказывают. Жестокая натура. Беспощадный Клинок. Очень хорошо, что ты сразу принёс приказы мне, ПГС Пандарин. Так, и второй. Я не сомневаюсь, что ты отлично справишься с этой работой, ПГС Пандарин. Результаты меня очень обрадовали. Ценный артефакт в кратере дымных скал. Давай попробуем добыть его раньше, чем это сделает Железная Рда. Будем действовать быстро. Поговори с челу, но и отправляемся. Берегись. Поговори с челу, но и... Ну, поговори с ней, да, пожалуйста, ну, пожалуйста, поговори. Так, ну отвези меня в этот кратер. Окей, залезли на Тауреншу Ворона. А, нет, это она нас схватила. А мы просто под неё. Если вы понимаете, что мне... Итак, в какую жопу мира мы отправимся? Что это такое? Они будут как из полины, из камня. Ох ты, кусок руки. Блин, а я же не пошёл, не улучшил склад там. За это время мог бы улучшиться, пока я это выполнил. Ладно. Фиг с ним. Посмотрим, куда мы долетим. Ну, недалеко от заставы. В принципе, всё можно сделать. А хотя какая разница от заставы или нет, я же не построю ничего. Я всё равно, ну, ты пишешь, ты домой. Ну да, пещерка. Ну вот мы и добрались. Что же это за место? Чем могу помочь? Так вот он какой. Ну, давай посмотрим, что скрывается в этих кубинах. Удачи, друг. То, что находится на дне этого кратера, совершенно точно представляет большую ценность для Железной Орды. А значит, не меньше интереса для нас. Мне нужно, чтобы ты досмотрел дно... То есть, осмотрел дно кратера. Пойдёшь первым, я следом за тобой. Да, конечно. Там куча голды, да, 69, мол. Ооо, вы издеваетесь, да? Целых три задания. Что мне отменять? Фиг с ним. Что привело тебя сюда? Так, жаркий прием. Здравствуй, ПГС Пандарин. Я уже давно занимаюсь исследованием гейзеров Горгронда. Кротер дымных скал, а одна из самых крупных кальдер в этом регионе. Но нам всё никак не удаётся отправить туда геологическую экспедицию. Опасно, слишком много хищников. Раз уж ты всё равно спускаешься вниз, может быть, заодно измеришь там температуру? Мало ли так, вдруг жарко, не понимаю. Поджаришься, зато измеришь, да? Хорошо. Это было очень помогово следовать их этих природных образований. Используйте термометр Арена возле... Точнее, может, Арена. Возле шипящего гейзера в кратере дымных скал. До новых встреч. Что привело тебя сюда? Так. Корины. Кратер буквально кишит и я даже отсюда чую их. Мне кажется, они не примитивны, как кажется на первый взгляд. Но для подтверждения такой теории мне нужны дополнительные данные. Если тебе придётся убить пару-тройку коринов, посмотри заодно, что у них было в желудках. Интересно, зачем они питаются? Собрите восемь набитых желудков и изучите их задерживаемое. Черт, я ещё должен накормить этих горинов, да? Блин. Сколько тут дыма. Вот где я обжорливых найду? Обожжавшихся. Я пока не могу просчитать эту гейзера. Мне не хватает энергии. Ух ты. Какой я лёгкий. Я лёгкий, как пёрышко. Черт, вот эти нам и нужны обзоры горем. Я с левком далеко отцу. Не о тех подумал. Закинание и вы не готовы. Это ещё хуже. Я пока не могу применить. У тебя на ней капешистые особо. Офигеть, с них ещё и в желудки не падают. Я пока не могу просчитать это, заклинание. Ну, один набитый лежит. Слишком далеко. Сначала надо выбрать цель. Я не могу этого сделать. Недостаток нам энергии. Мне не хватает энергии. Надо подождать. Заклинание ещё не готово. Блин, ну ты обожравшихся. Найти их, ну, найдёшь их. Я пока не могу пропитать это золото. И всё, газы кончаются. Я снова... Тяжёлый. Чёртый. Я не буду, понимаешь? Чёртый. Чёртый. Заклинание. Это... Попробую. Заклинание еще не готово. Все, я снова юзкий. Капюшка. Недостаточно. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, с набитыми желудками все больше и больше. Четверо уже есть. Слишком далеко. Надо подождать. Я слишком далеко от цели. Заклинание еще не готово. Дырых тут только среди одного из этих семерых. Должен уже выпасть. Так, давайте-ка все просыпайтесь. О, да. Массовый станчик. Так, сколько же удочков? Раз, два. Три же утка. Отлично. Теперь можно их игнорить. Ага. Слякоч-повелитель. Так, ладненько. Еще не готово. С слишком далеко. Я не могу это сделать. Если бы я знал. Надо подождать. Еще не готово. Я пока не могу применить эту способность. Блин, помогай убивать. Я нет цели. Я еще не устал убивать. Да, я вижу, что ты не устал убивать. Я слишком далеко от цели. Нужно убить как можно, в общем. Теперь вперед. Я пока не готова. Я слишком далеко от цели. Слишком далеко от цели. Я пока не могу применить эту способность. Недостаточно денег. Я пока не могу применить эту способность. Я не могу это сделать. Вот это резня. Так, и что там? О, да! Деточка! Прощайте! Слизь. Первомутный дух. Апексидовый кристалл. Что, двадцатый плащ? Три склянки... Красного тыжа. Я не могу сделать больше ни одного такого предмета. Что за хрень? Такого я сдох. Вот дерьмо, а. Я сейчас просто так сдох. Чёрт, и как мне добраться до своего тела? А, вот он я. Слизь. Чёрт. А, вот она. Я не могу взять больше ни одного такого предмета. Так, ага. Опять бойцовская гильдия. Отменяю. Так, значит надо измерить температуру шипящего гейзера. Это сделано. И кратер осмотрен. Ну и всё нормально с этим кратерем. Надо подобраться поближе. Не надо убить вот этого чувачка. Извини, чувачок, но в косте сказано, что я тебя должен убить. Ты горбатый, кстати. Опа. Блин. Я пока не могу причинить. Я не могу это сделать. Мне не хватает энергии. Ну уже... Как есть энергия. Отлично. В срок как раз уважились. Ещё не готовы. Мне не хватает энергии. Так, убили. И теперь сердце Горгурека. Вот оно. Гарнизон его. О, нет. Пещера может рухнуть в любой момент. Нужно выбираться отсюда. За мной. А, это... Это моя помощь была. Ооо. Ооо. Я думал, игрок. Сюда, пигей, эспандари. Эй, киска. Веди меня лучше, а не... Занимайся этим. Я ещё не готов. Недостаточно. Я пока не могу причинить. Я пока не могу причинить. Чарик, чарик, сюда, сюда, иду. И мы... Зайдём в дырочку. Ээээ. Эээ. Ням-ням-ням-ням. Эээ. А, Эээ. Ням-ням, ниаваши повеледели. Сожрать этих.. Смотрите, Жизнь и пандоринь, похоже, нас только один путь наверх. Эй, а меня чё бросило? Эй, меня бросило главное. Подбери меня! Пойдём, поймала. Пойдём, поймала заранее. Так, ребятки, чё, как? Ваш квест? Ну ничего себе, потрясающе! Это Кальдера не просто горячая, там всё кипит. Спасибо тебе, Пакуэс Пандорин. Ух ты, как интересно! Получается, что корень найдет вообще всё подряд. Мы ещё встретим, что привело тебя сюда. Ух ты, сердце Гаргурека. Ты за ней смотрит на вас невозмутимо. Ты чудом спасся, Пакуэс Пандорин. Отличная работа. Одно мы знаем наверняка. К нам в руки попал предмет, имеющий исключительную важность для Железной Орды. Нужно как можно скорее достать это сердце Гаргурека в надёжное место. Поднеси сердце Гаргурека воеву дизоку в ваш Гаргурек. Береги себя. Всё, по-чаму. Всё, 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 по-чаму. Сразу же Грейт Склада надо этим делать. И проверить военную фабрику. Ты сколько заказов? А, значит, второй у нас всё-таки из фабрики. Ааа. Так, как насчёт третьей фабрики? Военная фабрика. Заполняя ряды. Ааа. Да, точно. Надо 20 соратников до сотого уровня довести. Доведём. Осталось немного. Там уже один 96-го, по-моему. Так, что за задание? Не просрали, красавчики. 95-й, 96-й. Удачи, народ. Хорошо, мы будем хранить артефакт здесь, в твоём гарнизоне. Шарду! Так. И остаётся тем временем всего два квестика. Так, вот оно, сердце Гургурека. Прямиком в гарнизоне. Сундучок такой. Внутри сундука находится артефакт, который вы нашли в глубинах кратера демоновых скал. И у меня ему сердце Гургурека. Сердце медленно бьётся, и каждый его удар эхом отдаётся в самых земных... Самих земных недрах. Как дремлющий зверь, оно ждёт. Чего-то. Чего мы не знаем пока. Итак, летим, значит, в гости к Эдгару. До встречи. Сдаём это кольцо и заканчиваем. Итак, мы на месте. Сейчас сдадим это таинственное кольцо. В итоге ничего, конечно же, не помню. Ну, неинтересно, если мы найдём полный набор, то будет ли что-то. Вероятнее всего, ведь всё это таинственное разбросано повсюду. Хрономагия сравнительно молодая магическая дисциплина. О, что это у тебя там? Интересное кольцо. Нужно будет изучать его получше. Похоже, его создатель пытался с его помощью путешествовать во времени. Только почему-то задом наперёд. И ещё увидимся. О, господи, как грубин. О, товары из каравана. А это откуда у меня? Ладно, 250 ресурсов. Что ж, сделали мы это дело. И на этом мы, пожалуй, закончим. Я буду ждать следующих гарнизонных пыслов, которых осталось всего два. Вот. В общем, народ, я надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, добавляйте видео в избранное. Также делитесь им, я надеюсь, вам понравилось. Ну, с вами был Павел Первый. Всем пока. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова